Чествование пар, проживших в браке больше 40 лет, стало ключевым событием праздника семьи, любви и верности. Осенью прошлого года отпраздновали золотую свадьбу Натальи и Николай Плехановы. Шагая вместе по дороге жизни, они воспитали двоих детей. И сейчас продолжают помогать двум внукам и правнучке Варваре. За их крепкий союз глава Верхней Пышмы наградил их знаком отличия – совет да любовь. Мы желаем всем, семьям, всем молодым семьям любви, уважения друг к другу, терпения, как уже здесь Ольга говорила. И побольше улыбаться, никаких ссор, чтобы у вас не было, и побольше нежности друг к другу. Традиционно праздник семьи, любви и верности отмечается в День святых Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Официальный статус праздник получил в 2008 году. Идею учредить День семьи поддержали все традиционные религиозные организации России. Семья – это основная ячейка или звено любого общества и государства. И главная задача любого нормального государства и его органов власти – это создание комфортных условий для жизни семей. И чтобы в конечном счете в этих семьях появлялись дети. Третий год в Верхней Пышме реализуется социальная программа комплексного развития, направленная на улучшение качества жизни горожан. В связи с повышением рождаемости в медной столице Урала в этом году построено 9 детских садов на 2200 мест. Кроме этого образовалось общественное движение «Добрые соседи». Это союз из трех городов-спутников – Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского. Добрые соседи всегда рады праздникам, всегда ходят друг к другу в гости. И в этот праздник, а он очень важный, потому что он касается самого главного, что есть в жизни каждого человека – это семьи. Мы тоже приходим друг к другу в гости. Вот к Пышму приехал Вячеслав Пешминцев, он поздравил верхнепышминцев. Мы также поздравим жителей Среднеуральска и Березовска. Я уже на третьем мероприятии в Верхней Пышме. Вообще есть уровень. Хочу сказать спасибо организаторам. И самое главное – есть всегда повестка. Повестка такая добрая. Вот мы добрые соседи, и очень замечательно, что видно добрую повестку между нашим сотрудничеством. Соответственно, что мы можем увидеть? У нас такого праздника сегодня не происходит. Я считаю, что его нужно делать в городе Березовском. Не так затратно, но очень много скамья примирений на заднем плане у нас стоит. Я вот для себя понял, что у меня есть машиностроительный актив, наверное, надо сделать. Скамья примирения в Верхней Пышме – один из главных символов крепких отношений, куда приезжают влюбленные и молодожены из всех городов области. На праздники, вложившие в этот символ свою энергию пары, уже на своем опыте доказали, что такое крепкий брак. Мария Лукьянова, Ради Горшков, Верхняя Пышма. Новости, Семь ТВ.